Роспотребнадзор и Минздрав категорически против того, чтобы алкоголь стал ближе к детским садам и школам. Так ведомства отреагировали сегодня на инициативу замглавы Минпромторга Виктора Евтухова. Он заявил, что норма, запрещающая продажу горячительного на территориях, прилегающих к социальным и спортивным учреждениям, не привела к положительным результатам. Пьющих в стране меньше не стало, а вот бизнес страдает, и алкоголь его спасет. Есть ли истина в вине, пыталась понять Наталья Дубровская. С момента запрета продажи алкоголя прошло 4 года, но магазины, торгующие спиртным, далеко переезжать не стали. Только вблизи этой школы мы насчитали 5 алкогольных маркетов. Возможно, скоро их станет еще больше, и окажутся они вообще в двух шагах. Жители этого микрорайона Петербурга устали от попоек рядом со школой. Говорят, нетрезвые любители горячительного всегда на посту. И утром, когда дети идут в школу, и днем, когда возвращаются домой, и вечером, когда гуляют. Родители всегда мобилизованы и внимательны, и их можно понять. В такой ситуации каждый был бы на чеку. Дети не должны наблюдать ни продажу спиртного, ни трезвых граждан, и все, что с этим связано. Алкоголь можно купить, алкобар это также, и выпить с утра, и уже в соответствующей кондиции находиться на улице. Инициатива, подкупающая своей новизной, поступила из Министерства промышленности и торговли. Чиновников не устраивает радиус расположения магазинов со спиртным. На каком расстоянии от школ, детсадов и больниц должен находиться алкомаркет, сейчас решают местные власти. Это может быть и 10, и 1000 метров. Но на практике с рулеткой никто не ходит. У нас до ближайшего алкогольного магазина в разные стороны идти одну-две минуты. А мне ребенку, например, чтобы купить молока и свежего хлеба, мне нужно идти минут 15. Понимаете? То есть, насколько проще купить бутылку чего-то, чем бутылку того, что ничего надо. Министерство предлагает вообще исключить из законодательства само понятие прилегающих территорий, в пределах которых магазинам и кафе запрещается продавать алкоголь. Так ведомства ратуют за предпринимателей. Настаивая, ограничения нанесли почти непоправимый вред малому бизнесу. У нас сократилось количество торговых точек и объектов общественного питания на 30 тысяч единиц. Это очень много для нашей страны. К сожалению, с точки зрения развития торговли, развития экономики, здесь роль скорее оказалась негативной. Имеется в виду роль действующего закона. Действительно, такое внушительное количество заведений, где раньше наливали, обанкротилось за последние три года. Статистика печальная, кажется, только для законодателей. Сами сотрудники маркетов не очень понимают, о чем это они там наверху. Я категорически против, потому что школа должна оставаться школой. А у детей более старшего возраста всегда поддаются соблазну что-то приобрести, что-то попробовать. Логика чиновников туманна. Неясно, какое отношение к закрытию алкомаркетов имеет их расстояние до социальных учреждений. Можно подумать, что основными покупателями крепких напитков были школьники, учителя и спортсмены. А без них и бизнеса нет. На самом деле есть. И давление на него оказывают совсем другие силы. Если еще и в этом случае каким-то образом подвинутся наши, так сказать, мощные сети, вот они на торговлю малого бизнеса влияют очень значительно. Но никак не школы. Новый законопроект открывает безграничные перспективы для развития подобного бизнеса. Документ предусматривает элементарное получение лицензии на продажу алкоголя в розницу. Будет лишь одно условие. Наличие помещения с залом для обслуживания посетителей и сидячих мест. То один закон, то отмена его, возвращение к предыдущей позиции, затем обратно, это, конечно, само по себе выглядит несерьезно. А что касательно конкретно этой инициативы, я считаю, что молодое поколение наших граждан Российской Федерации надо всячески оберегать вот такого рода искушений, как алкоголь, наркотики, спайсы различные. Поэтому такая инициатива выглядит, по меньшей мере, циничной. Но авторы законопроекта уверены, аргументы «за» очень даже весомы. Налоговые сборы потекут в бюджет рекой, да и из-под полы спиртным торговым станут меньше. Из-за нынешних норм в поселках и небольших городах алкогольный магазин открыть просто негде. Места мало, повсюду соцобъекты. Зато теперь, видимо, все будет ровно наоборот.